Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой снова Дава Дым и сейчас мы находимся в лаунже Ротана. И сегодня я тебе расскажу про продукт под названием X-Tabaco. Я знаю, ты уже о нем слышал. Я знаю, тебе уже успели прожужжать про этот продукт многие блогеры, в том числе и я, потому что я один из первых, кто снимал на этот продукт обзор. Но тогда он был, мягко сказать, не очень удачный, продавался в зип-пакетах и не очень круто выглядел. Как на полке, так и в твоих руках. А еще хуже он выглядел, когда был в твоей чашечке. У нас уже забит кальян. Здесь у нас вкус лимончелло. И я тебе могу сказать, что прямо сейчас ты можешь поставить уже лайк этому видео, потому что выпуск будет максимально честный на этот продукт. Подписаться на мой инстаграм и подписаться на мой ютуб канал. Что у нас есть? У нас есть топ-5 вкусов. Это Тульский Дед, это Доктор Черри, это лимончелло, который у нас забит в данной чашечке и сейчас прогревается. И я отсюда прям чувствую, что с температурой, с этим табаком лучше не играть. Чупа Упс и Берри Икс Фрэш. Давайте начнем, наверное, с внешнего вида. Что у нас есть по внешнему виду? Потому что внешний вид играет очень большую роль. И иногда продукт может быть очень крутым, но за счет того, что над ним плохо поработали дизайнеры, и какой-то отдел маркетинга, продукт просто оказывается в параше, что произошло с многими продуктами на моей памяти, которые просто не ужились на прилавке и не бросались людям в глаза. Когда продукт был в зип-пакетах у компании Икса, это было очень давно, я снимал на это выпуск, то продукт там был не прям очень крутой, но он был максимально легкий. А, конечно, за счет его цены многие минусы просто перекрывались с ценой, и о нем просто не поворачивался язык сказать очень и очень плохо, потому что также ты понимал, что этот табак доступен студентам, которые очень любят курить, у кого нет денег, у кого нет денег покупать дорогие продукты. И он этому табаку радуется. И назвать на тот момент этот продукт говном просто не поворачивался язык. Что мы имеем на сегодня? Мы на сегодня имеем вот такую вот картонную пачечку, которую ты всегда привык видеть, которую твои руки привыкли держать, и твои руки привыкли ее открывать, тем самым напоминает тебе, что вот тот самый продукт, который тебе нужен, эталон качества всегда был в квадратных картонных пачечках. Что нас ждет, когда мы уже откроем картонную пачечку? Ты открываешь и видишь там тот же самый зип-пакет, в котором изначально продавался продукт X. Ты его открываешь, нюхаешь, пахнет очень здорово. Ты его забиваешь в чашечку и взрываешь. И прекрасно знаешь, что у тебя в пачечке за 200 рубасов еще осталась целая забивочка, а возможно даже две. Поговорим про, наверное, консистенцию табачного листа, про сам табачный лист и, конечно же, что компания X успела поменять. Конечно, такой прям на 100% достоверной информации у меня нет. Я буду отталкиваться лишь только от того, что я прекрасно знаю, от того, что я успел почувствовать, когда все это забивал, прокуривал и сравнивал с тем, что у меня было когда-то очень и очень давно. Первое, во что бросается нарезка. По моему личному мнению, нарезка поменялась и нарезка поменялась, возможно, в худшую сторону тем, что она стала максимально мелкой. Она стала максимально немного неудобной в работе, потому что забивая на классические пятидыры и чашки, на турки с большими отверстиями, табачок все так же норовится попасть тебе в колбу. И этим самым я могу вам сказать тебе, поздравляю, только что ты слил в колбу, то за что ты заплатил. Поэтому порекомендую такой продукт забивать, конечно же, на фанулах, на каких-то гармошках, мартинках, но никак не на пятидырых классических чашках. А, также поменялась пропитка, ее стало меньше и за счет этого с табаком одновременно же стало работать куда лучше, куда интереснее, потому что нет каши и табак так сильно не пластилинится. По цвету примерно все осталось так же, возможно, поменяли сырье, которое чуть дороже, чуть качественнее, потому что во время курения это очень сильно замечается, начиная от того, как табак курится, заканчивая тем, как аромка ощущается во время курения. Ну что, настало время нам с тобой поговорить о том, как этот продукт курится, какие у него характеристики, как стоит с ним играть, как стоит его забивать и что нам ждать во время курения. Я тебе скажу так, мой друг. Говорил уже не раз за этот выпуск, что с температурой лучше не играть, потому что табак Икс, по моему личному мнению, не так уж круто и заманчиво любит температуру. Если немного его передержать, то аромка закипит на этом табачном листе и твоя чашечка покатится хуям, да куда подальше. Грей его максимум полторы минуты и лучше уже дальше без колпачка начинай раскуривать. Также не рекомендую на него бросать 4 угля, потому что мои эксперименты не увенчались успехом, попробовав покурить на 4 углях. Продукт примерно где-то после 10 минут курения на таком количестве углей и начинал просто дико визжать и выгорать, давая оттенок на мое горло сжженной резиной. Это большой минус, но этот минус будет зависеть от тебя, как ты его превратишь в плюс или в минус. Паромки из этих 5 вкусов, они поэтому и называются топовыми, потому что все эти вкусы, которые есть у меня сейчас, оказались реально очень крутыми. Я не скажу тебе, что этот продукт обгонит по аромке Дарксайд, либо какие-то другие продукты, но по крайней мере это гораздо лучше, чем Щербетли и Адалия. Чем? Потому что он приятнее, он не такой приторно насыщенный по вкусу, и тут же я скажу, что продукту не хватает в некоторых вкусах прям той самой сладкой-сладкой нотки, так чтобы жопка слепалась. Поэтому я все равно скажу, что продукты очень интересны. За такую-то цену у меня также опять не поворачивается язык сказать, что аромка здесь очень слабая. Но если брать уже объективную такую критику, то да, у продукта не хватает аромки. И это, конечно же, с одной стороны и плюс, с одной стороны и минус, но ты уже сам рассудишь, в какую сторону, на какую часу весов этот факт положить. Прямо сейчас начну подводить итоги по данному продукту. Я его прокурил, я его разбирал, я с ним экспериментировал, и я понял такие вещи, что из плюсов цена, цена и еще раз цена. Второе. Табак не забросили, табак подвергся ребрендингу, у него появилась нормальная упаковка, которая достойна просто того, чтобы ее трогать и понимать, что хоть это и картонка, но она уже картонка. Внутри также есть зип-пакеты, это тоже очень круто. А что касается минусов, конечно же, жаростойкость и жаролюбивость табака к углям, к температуре, она здесь немного ниже того, что мы привыкли. Поэтому забивая табак, икс тебе мой маленький совет, немного придержи, братишечка, коней, да не напрягай ты табачок температурой. По времени курения тоже есть маленький минус, аромка держится максимум 40-45 минут, прям активно, а потом у нее очень сильный провал, и дальше чашечку просто менять. Угли на ней уже не поменяешь, потому что табак получит тепловой удар, и твоя чашка выгорит еще быстрее. Поэтому за такую цену и не жалко забить новую чашечку. Мое прям конкретное мнение, табак достоин тому, чтобы его курили, тому, чтобы его покупали. И поэтому, если ты не обладаешь большим количеством денег, либо еще не достиг той границы, когда ты можешь курить спокойно, да, must have dark side, и это будет тебе комфортно, и тебя не будут от этого накрывать, и ты не скажешь, что это очень крепко, то табак икс как хорошая альтернатива для тебя, среди кучи-кучи самого низа рынка, самого низа рынка по цене. Ну и я еще раз напомню, подписывайся на мой канал, на мой инстаграм, и, конечно же, обязательно поставь лайк этому видео. С тобой был Дава Дым, это Rotana Lounge и Product X. Продолжение следует...